Добрейшего времени суток всем, продолжаем проходить вариант Амегу-2. Ну чё, смешная покупка экзоскелета была в прошлой серии, да? Говорят, вообще ни один экзоскелет не может бегать здесь, хз. Жёстко, я к вам, хочу сделать заказ. А давайте посмотрим на штурмовый экзоскелет термит, потому что я на него даже не смотрел. Защита от огня, от мех повреждений 100%, защита от взрыва 100%, пулестойкость 100%, вес 25, дополнительный грузоподъемность 90, страшно представить какая там цена. А, ну ладно, 850 тысяч на самом деле, не так уж и много. А, ну хотя подожди, тут пишет сервоприводы. Значит ли это, что в нём можно бегать? Уникальное изобретение, ага-ага, блин, хз. Лунный пояс какой-то встроен для выносливости, забавно. Но как пишут в комментариях, что, ну, всё равно, ну, это фигня, короче, ни в одном экзоскелете нельзя бегать. Это грустно, и грейдов типа нету, вот ещё в чём прикол. То есть в этом моде экзоскелеты вообще покупать не надо. Не, ну если вы, конечно, любите ходить, то, наверное, вам это подойдёт. Но я бегун, поэтому... Ладно, чё, единственное, что мы можем, получается, заказать, это профессиональный костюм учёного. Больше мне тут ничего не подходит, поэтому по рукам. И я отправляюсь снова в спадки. Больше я не проснулся. Так, ну чё, проспал два дня, чё-то в этот раз они долго заказ сделали. Ну чё ты, я не дотягиваюсь до тебя. Могу забрать свой заказ? Спасибо. Ну, что ж, вот оно. Защита от огня 100, мех повреждений 80, это электро 100, прочность 65. Короче, от всех аномалий практически, да, по 100%, кроме... А, нет, взрыв, это не аномалия. Взрыв 75 плюс только 70, дополнительный грузоподъемность 10. Ну, чё могу сказать. Ну вот, такие дела. Теперь, по идее, до 70 можем, да, потому что тут перевес полный начинается, ну, на плюс 20 от того, что мы вот это видим, от вот этого значения. Значит, что у нас 50, то есть мы можем бегать до 70. Так, ну этот костюмчик надо куда-то сбагрить, я не знаю, он, в принципе, стоит 40 тысяч. В условный бар его там отнести или ещё что-то такое. Ну-ка, ты не покупаешь? Нет. Ну и пошёл в жопу. Так, что у нас сейчас по заданиям? Нужно забрать костюм учёных с агропрома, нужно дотащить кейс каланчи, нужно дотащить кейс с артефактом наёмника. Ну, а кейс каланчи, соответственно, Сахарова. Куда тут местный проводник вводит, напомните мне, пожалуйста. Может, я как-то сокращу путь хоть немного. Привет, мне нужна твоя помощь. Военные склады. Ну, слушай, если он меня закинет к переходу в бар, то, в принципе, это будет мини-экономией времени. Мне не придётся пробегать тёмную долину, свалку и половину бара. Так, ну-ка посмотрим, куда он меня закинул. А теперь ты меня решил закинуть к домику сумасшедшего, да? То есть, когда я пошёл в тёмную долину, меня закинул к южным воротам, а тут к домику. Ну, слушайте, ну, точки появления с проводником смешные, я вам так скажу. Они какие-то странные, не поддаются логике. Было бы логично, если бы он какие-то крупные базы вводил на этой локации, куда он вводит. Ну, или какие-то безопасные места любые, но не так-то что. В тёмной долине он меня закинул к воротам, а здесь он меня внезапно закинул к дому сумасшедшего. А может, точки спавна вообще рандомные, я не знаю. В любом случае, ладно, я отдал 15 тысяч на ветер, и всё равно мне придётся бежать. Но мне не жалко. Так, сейчас, значит, забегаем на агропром, забираем костюмчик учёного, и будем надеяться, что я смогу, в случае чего, свапнуть костюм учёного с Севой и пройти там. Хотя у меня защита от радиации 100, может, я даже в этом костюме смогу пройти. Надо посмотреть, какая защита в том костюме, который нам дали на время. Интересно, смогу ли я в своём пройти? Нифига себе, попрыгунчик. Опа, это мы на продажу заберём, сейчас бармену затолкаем. Халявный ствол. Сколько, кстати, стоит МК? 12. Понятно. Почти добежал. Кстати, выносливость не тратится. Неужели в этом костюме повышенная выносливость? Ну-ка, чё тут вообще? Автономная система контроля мышечной нагрузки. Автономная система контроля радиоактивного заражения. Поддержки жизненной функций. И опту-мопту. Жёстко. Неизвестная разработка научного комбинезона. Имеет превосходные показатели по всем параметрам. Лёгкие титановые пластины японского производства. Обеспечивает защиту от пульовых ранений. Встроенная автономная система жизнеобеспечения. Постепенно выводящая радиацию, восстанавливающая силы и здоровье. То есть у меня легенд повышен. Амбрификация пси-шлема позволяет блокировать внешние вредоносные импульсы любой мощности. В народе получил название Луна. Очень редкий костюм. Прошёл наиболее полную модернизацию на рембазе. Жёстко, жёстко. Привет. Торговля. На. Блин, что-то мало ты даёшь. Ну ладно. Ну он хотя бы даёт хоть что-то. Но просто мне с этим сейчас тащиться некуда. Продать. Да, я мог там, конечно, потерпеть кому-то продать подороже. Но мне ещё с костюмом учёного сейчас таскаться. Поэтому мне не до этого, если честно. Так, давай мне немножко патронов. Сука, как дорого. И дроби. Всё. ББ. Отдыхай. Сколько этот костюм весит? Блин, весит 12 кг. Слушайте, у меня есть подозрение, что я сейчас с костюмом... Ну хотя ладно, окей. Даже если я сейчас не уйду с костюмом учёного, мы протестим наш костюм. Посмотрим, он сможет пройти там или нет. Плюс ещё, ну, тут пси-защита 100. Я вот думаю, а нужен ли мне этот теперь подик на поясе? Как будто бы он немного бесполезный. Поэтому я его уберу. Хотя, конечно, когда костюм повредится, у нас свойства будут потихонечку падать. И, соответственно, уже не 100% защита будет от каких-либо воздействий. Но пока что у нас костюм ни единого удара не получил. И, надеюсь, не получит. О боже, а вот и претендент ударить мой костюм. Не надо, не бей меня. Я мимо пробегаю. Слушай, а вынослись реально хороша. Давайте проверим, ну-ка. Так, всё ещё норм. Всё ещё норм. Всё ещё норм. Зашибись, зашибись. А, подожди. Так, ммм, я-то думал... Кстати, надо убрать это. Я-то думал из-за артефа... А, нет-нет, вынослись тратится. Смотри, медленно тратится. Давай, ну-ка, один лунный свет мы оставим на поясе, посмотрим. Ну, прыжок вообще по чуть-чуть расходует. Ну-ка. Ну, со вторым лунным... Ну, всё, два лунных света оставим, короче, чтобы у нас чисто бесконечная вынослись была. Да, конечно, можно и без лунных светов. Всё равно очень тратится медленно, восстанавливается нормально, но... Я хочу, чтобы эта полосочка не дёргалась. Так что, да. Освободившееся место можем... Анлак. Можем, я хотел сказать, туда патроны засунуть. Потому что с местом на поясе были у нас некоторые проблемы. Всё, замечательно. Ну и бежим на агропром за костюмчиком. А там и на янтарь. А с янтаря в мёртвый город. Удобненько, кстати, да? Будем локи пробегать и сдавать по заданию. По контейнеру на одно задание. Ёпта. Чё с птицами происходит? Я, кстати, недавно делал шортс. Ну, вчера, если бы точнее, про проект пикник in the oblivion или off the oblivion, я не помню. Короче, ну, есть stalker mobile 3D. Старенький, 2007 года, на джаве. И вот недавно чел выпустил его порт на ПК. И типа там жёстко всё сделал. Ну и по факту, можно сказать... Хотя ладно, нет, я заткнусь. А то сейчас билдоманы, там, любители истории, сейчас как напишут мне. Сука, ты не шаришь. Короче, можно прикоснуться к истории. Но я не уверен, что это хорошая идея для прохождения на канале. Вот то видео, проект, пишите. Как думаете, пройти его потом? Потому что там графика, ну, такая, ну, собственно, как на джава-играх стареньких на телефонах. Я вот думаю, будет вам интересно это смотреть или нет. Там история своя, типа. Как стрелок сталкером становился, с призраком знакомился и так далее. Это интересно, по идее. О, ты всё ещё не ушёл? Подожди, может, у него диалог появился какой-то? Не, не появился. А, нет, ну, там ничего не было. Там было только до встречи. Ну, гуляй. Убивать я его не буду. Мне его жалко. Так вот, пишите в комментариях, как думаете, стоит ли пройти? Ну, после Омеги, наверное. Хотя Омега ещё, ну, не знаю, долго ли будет. Но где-то процентов 40-50 я уже прошёл. Я там, в принципе, есть у меня один ориентирчик, чтобы смотреть, сколько ещё осталось. И примерно половину мы уже прошли. А там, кто его знает, может сюжет ускорится или я ускорюсь. ХЗ. В любом случае, с Севой сейчас будет попроще. Потому что первые серии у нас сильно замедлились. Но у него, да, у него тоже, видите, защита от радиации 100%. У меня тоже. Так что сейчас проверим, выживу ли я в том переходе или нет. Осталось вспомнить, где конкретно. Тут этот переход, по-моему, где-то здесь. А может и нет, я точно не помню. Сейв, короче, вот такой сделаю. Но он точно не прям в овраге был. Он, скорее, немножечко в стороне от оврага. Но там, я вижу, решётка отсутствует. Скорее всего, это и есть переход. Проверяем. Да. Ну что ж, сейчас глянем, выдержим мы или нет. По идее, должны. Ну, мне очень плохо. Меня здесь калашматит. Но при этом я живу. То есть, видимо, прописан скрипт. То, что меня тут будет вот так вот калашматить. Если я не в костю... А, понятно, нет. Я погибаю по скрипту. Да, это грустно. И нелогично. Какого хрена? У меня такая же защита от радиации, как у этого костюма. Блядь. Отлично, я загрузился. Было неплохо. Ну-ка. Но я не могу с этим костюмом идти. О, господи. Ну что за бред? Ой. Надо разгрузиться. Блядь. Серьёзно? Лол. Ладно, я не знаю, что это было, что произошло. Но что-то произошло. Какая-то всратая собака в меня вылетела. Надо её убить сейчас. Надо разгрузиться. Но вот что разгружать, я не знаю. Или просто обойти этот переход. Походу, просто обойти, я не знаю. Ну, что-то дрочиться сейчас разгружаться. Мне разгружать-то особо и нечего. Всё, в принципе, нужно. Да, там аптечки условные. Можно скинуть вот эти вот, да. 0.3. КГ одна аптечка. Ты чё надо? Не, не уверен, что хочу. Ладно уж, прогуляемся чё. Это же вариант омега. Нам не впервой, в принципе. Придётся обходить через свалку, бар и дикую территорию. По пути пока скажу, что на канале Флодар Хайлайтс с нарезками сейчас появился пробовать свои силы новый нарезчик. Опа. Да не буду брать. И... Ну, так я сейчас стримлю сталкрафту. Нарезки будут по сталкрафту. Поэтому, если кому-то интересно посмотреть мой путь в кубиках, потому что стримы по сталкрафту долгие, там много воды, ну, дятины. И нарезки сорять самое то. Ну, короче, милости прошу. Вот можете там либо в поиски вбить Флодар Хайлайтс, либо на канале вниз немного спуститься, и там будут мои каналы. Все существующие. Там вышла первая нарезочка. Мне понравилось, кстати. Я не очень люблю сорить нарезки с собой, но это я был обязан глянуть. И мне очень даже понравилось. Опять артефакт где-то рядом. Опа, высрался. Ну, сахар его продадим. Вспышки вот эти в том числе. Ну, по идее, как я понимаю, ну, все, это лучшая броня, да? Которая есть. Ну, не считая экзоскелетов, разумеется. Но экзоскелетах бегать нельзя. То есть костюм, в котором можно бегать, единственный нормальный, вот он. Грубо говоря, у нас броня, с которой мы, скорее всего, до конца. Наверное. Хз. О, нет, опять снорки. Идите в баню. А, нифига, подожди. А? Не понял. Вроде у жгута было написано количество применений 20. Я захотел протестить, а он исчез. Не понял прикола. О, долго ведь со снорками воюет. Давай, удачи. Развелось вас, говорит. Ну? А чё ж вы? Блокпосты не чистите. О, о. Походу, там у меня хвост, да? Да, всё. Снорку, кобздец. О, мужики. А мы с вами нейтралы? Или кто? О, кровососня. Ну, кстати, можно убить. По мне не попадите. Ой, нет, тут ещё снорки я пошёл. Не хочу со снорками дело иметь. Сейчас я его обойду. Там ещё куча собак я слышу. Давай, обходи, удачи. Ой, народу здесь, конечно. В плане мутантов до хрена. Нужно просто улепётывать отсюда. И поскорее желательно. Калаши. Не, мне их продавать не надо. Горящий тос. Уникальный. Стреляет огнём. Уже долго здесь лежал. Тут, как обычно, да? Сейчас будут собаки, снорки. Все заново отспавнились. Наконец-то мы добрались до янтаря. Ура, победа. Я уже минут 20 записываю где-то. Не знаю, не засекал. Не помню, во сколько я начал. Я только-только вот первое действие сделаю. Первый квест сдам. Здорово. Подойди, забанал. Я вернулся с болот. Надеюсь, молодой человек, вы сделали всё, как мы договаривались. Конечно, профессор. Передаю вам контейнер с образцами. Возвращаю комбез. Так, что тут у нас? Всё в порядке. Спасибо, Кайдан. Вы оказали мне большую услугу. Я рад, профессор, что смог вас отблагодарить. Здорово. Кайдановский, ждал вас. Как ваши дела? Удалось решить проблему? Удалось, но если бы не помощь Блайнда, то я с вами бы уже не разговаривал. Блайнд рассказал, что сталкеров убивал мутант, который был выращен на ЧС группы его сознания. И обладал очень сильным псиполем. Этому созданию удалось сбежать со станции и поселиться на агропроме, откуда он и совершал свои нападения. Блайнд также рассказал, что для управления этим мутантом был создан прибор для блокирования его псиполя. Мне удалось пробраться на станцию и раздобыть там один экземпляр, с помощью которого я одолел эту тварь. А сам приборчик я принес вам для изучения. Это потрясающе, Кайдановский. То, что вы мне принесли, представляет для науки поистине огромную ценность. И простите меня, пожалуйста. Я не знал, что вам придется так рисковать. Моя благодарность не знает границ. Полно, профессор. Я сам рад, что все это закончилось. Еще больше я буду рад вознаграждению, которое я заработал. Да-да, конечно. Вот, пожалуйста. Спасибо, теперь мы в расчете. Пиздец. Пиздец. Никогда такого не было, и вот опять, да? Ладно, я тебе свой старый поврежденный отдам. Ладно, вот еще артефакты. Держи. 20 тысяч. Да, награда, конечно. Позор. Теперь наша дорога лежит в мертвый город. Да еб твою мать. Тут когда-нибудь зомбированные закончатся. Надоело каждый раз с ними воевать, если честно. Просто каждый божий раз они тут спавнятся и спавнятся. О, это тоже рабочий КАМАЗ, ничего себе. Но у меня там свой КАМАЗ стоит в этом. А, или подожди. А, это же... Не, я дурак. Я же приехал на КАМАЗе. Я почему-то подумал, что я его оставил. Не, не, слышь, возвращаемся. Я хочу свой КАМАЗ обратно. Сигнатурный КАМАЗ. Да, 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 это он. Я поехал. Вторая дверь отвалилась. Но не страшно, мне они не нужны. Всем здорова. Правда, что-то меня заспавнило так как-то. Срато. Ну ладно, живем. Так, теперь нужно вспомнить, где Ары. Они там вроде где-то рядом с какими-то домиками, гаражами крутятся. Зомби, я говорю, тут больше нет. Всех почистили. Удивительно, что они не отспавнились заново. Ну вот, по-моему, не сюда куда-то. А где все? Или вы притаились? А, вы притаились, я понял. Мужик, дай пройти. Заждался? Ты с товаром или как? Товар при мне, а тайник обчистила банда из группировки ренегаты. Мне удалось настигнуть... Да заткнись. Мне удалось настигнуть ренегатовцев на болотах. После чего они любезно согласились вернуть контейнер. Да и тот мужик, которому они успели его сплавить, особо возражать не стал. Так что принимай товар. Надеюсь, содержимое контейнера на месте. Такс. Порядок. Вот и ладненько. Но это еще не все. В кармане убитого покупателя я нашел небольшую, но весьма любопытную записку. Возьми и прочитай, может, что интересное скажешь. Так, тут что? Что? Волкодав? Вот гнида. Ты знаешь его? Еще бы. Когда-то он командовал одним из наших отрядов на дикой территории. Потом ходили слухи, что армейцы во время очередной зачистки убили его. А месяц назад я встретил его в столице живым и здоровым. А как поступил заказ на данный товар, я предложил ему уйти в зону вместе с нами. Но он отказался, сославшись на то, что уже давно отошел отдел. Волкодав знал о тайнике? Знал, сволочь. Выходит, что он захотел все себе присвоить. Выходит. А кто был покупатель, удалось выяснить? Нет, никаких документов, ни записей в ПДА, указывающих на имя владельца, выявлено не было. Жаль. Но ничего, вернусь и заставлю Волкодава все выложить. А по твоему вопросу, ты про Моргана слышал? Про пирата, что ли? Да какой пират? Был такой в долге деятель, снарягу налево толкал. Ну и кому-то своим бизнесом помешал, и очень ловко его слили. Убрали конкурента, так сказать. Ты бороду на затоне навести. Он непосредственный участник тех событий, пусть расскажет про них. Ну а какой у меня будет прок от его рассказа? Там был замешан человек, который ведет, точнее выведет тебя на нужный след. Вообще-то я знавал одного Моргана в аду ему гореть. Он возглавлял боевое крыло Монолита, но допустил одну большую ошибку, наехав на моих друзей. Хе-хе. Я даже не спрашиваю, что случилось с твоим Морганом. Он и сам не ожидал. Лады, будем считать, что в расчете. Бывай, ара, а вот сейчас видимся. О, вот и на затончик сюжет нас повел. Бля, у меня 170 тысяч. Я не хочу на затон, там деньги отбирают. Страшно, плюс жалко. О, боже, на затон. Как туда попасть? Очень сложно на самом-то деле. Не, ну можно жестко считерить и вернуться на дихую территорию, запрыгнуть в вагончик. Там, короче, на Юпитер в какой-то момент попасть и оттуда на затон. Но это самый короткий путь, который я смог придумать. Ни хрена себе, я чуть не упал. Ладно, возвращаемся на Янтарь, получается. Сейчас протестируем, смогу ли я проехать на Камазе через Янтарь. Я с Камазом все равно сейчас расстанусь на какое-то время. Либо мне нужно через поезда. В вагончик я на Камазе точно не заеду. Даже пробовать не буду. Это и так понятно. Блин, такой переход, знаете, в упор к воротам. И тебе кажется, что ты сейчас на Камазе своем просто врежешься нахрен в эти ворота. О, на чем меня заспаунило, мне интересно. Походу на зомби. Тихо, по мне не попади, идиот. Не, ладно, походу я тут не проеду, забейте. Вылазим. Да, меня заспаунило верхом на зомби. Это такая тупость, если честно. Потому что они тут каждый раз респавнятся. Но это нелогично, нифига. Каждый раз. Причем, ну, даже нет какого-то определенного таймера. Типа, ну, там, раз в сутки, раз в два дня. Они просто спавнятся, когда я перезахожу на логу. То есть я могу просто перезайти кучу раз. И, типа, ладно, я не буду сейчас ничего собирать, деньги фармить. Перезайти кучу раз. И тут просто настакается армия зомби. Ну, либо она не будет стакаться, но если, допустим, я их убью и перезайду, они снова заспаунятся. Я впервые увидел здесь желтую цифру за долгое время, а не красную. Как обычно. Забавно. Но был бы у меня старый комбез, эта цифра все равно была бы красной. При том, что у меня тут ничего лишнего вообще. Медицина, патроны, еда. Все. На самом деле комбез просто много весит. О, загрызли какого-то мужичка. И второго тоже загрызли. Земля вам пухом, ребят, я пошел. У меня тут свои дела. Погода ухудшается, дождик начинается. В траве вообще плохо. Ветрище какой-то лютый, да? Типа. Я удивлен, что зомби в тоннеле не респавнятся. Лутант респавнится, а зомби нет. Не дотянул разработчик. Надо было, чтобы вся лока заново спавнилась при каждом перезаходе. Так, ну что, тестим. Не помню, правда, в какую сторону идти здесь. Да, епт. Сюда? Нет. Значит, сюда. Да. Сейчас нароляем себе Юпитер. Где? Нет, шляпа, это не то. Давай дальше. Это тоже шляпа. Давай дальше. О, вот это уже то, что надо. Вылазим отсюда. Так, мы на Юпитере. Я вас всех поздравляю с этим. Теперь нам нужно кондёхать через пол локи до перехода. Итак, я на затоне. Пока не буду, наверное, ни по каким другим заданиям бежать. Вот, а пойду именно с бородой базарить. Я не знаю, куда мне эти деньги деть. Учитывая, что я знаю, что их своруют. 180 тысяч. Их типа на чё-то надо потратить, но вот на чё я хз. Хотя, а, я вспомнил. Вроде бы у Сычажа дробовик какой-то продавался. Вот можно на него вложиться. Надеюсь, он стоит там 1100 или 150. Там нужно перезагружаться, чтобы он появился. Ну, в принципе, дело это лёгкое, поэтому сделаем. На портовых кранах вроде чё-то надо найти. Дипломат. Не знаю, можем, по идее, найти и только потом вернуть. А может и сейчас прямо во время поиска у нас деньги украдут. Я хз в какой момент. Мне не сказали, какой именно. Просто сказали то, что по квестам Тремора будет воровство. Было прикольно, если бы было воровство и денег, и снаряжения без возможности возврата. Ну хотя ладно, тогда, конечно, люди бы просто выкидывали шмотки перед тем, как всё это забирали. Так, сейв, короче, дипломат. Сделаю на всякий. О, артефактик опять. Походу мне сюда. О, нет, неужели ограбление прямо сейчас? Можно ли надо? Я слышал, как какие-то дядьки вокруг меня заспавнились. Мой инвентарь? Пиздец. Да ладно, неужели со шмотками ограбление? Ты кто? У него какая-то нашивка ВВ. Ув-и-ви? Или чё это значит? Как в гачи? Ув-и-ви? Здорово. Ранг ветеран, группа, прочерк. Я даже никнейм его не знаю. Но наконец-то очухался. Слушай, сюда легавый. Ты конкретно попал, и как говорят авторитетные люди, время собирать камни уже прошло. Настало время камнями убивать. Что я и сделаю. Если... Ключевое слово, если. Догнал? Жить хочешь? Жить это хорошо, даже когда получаешь удары. Лишь бы иметь возможность бить в ответ. Ну-ну, слушай дальше, философ. Мы тут лоха одного пасли, и видели, как он тебя развёл. Красиво сделал. Подставил как отмышку, а сам забрал кейс и ноги сделал. Выходит, что это ты лохом оказался. Хлопцы хотели его взять, но он, видно, что-то почуял, и кейс заныкал в пещерах у когтя. А сам свинтил куда-то. Мы тебя на кране подобрали, и сюда, на забравочную станцию, перенесли. Укольчик сделали. Так вот, меня очень интересует тот чемоданчик, но мои бойцы, хоть и герои, а в эту задницу лезть не хотят. Темно там, как у негров в жопе, да и снорков, на снорков можно нарваться. Вот ты нам кейс из пещеры и достанешь. Принесёшь, будем считать, что квиты, или зайдёмся, как в море корабли. Предлагаешь голыми руками это сделать? Верните мои вещи и оружие, тогда и поговорим. А оружие? Когда мы тебя подобрали, ты уже был голый, как сокол. Выходит, что этот тремор тебя обчистил. Или ты так ничего и не понял? Мне вообще ничего не понятно, вы кто? Знать тебе, кто мы, совсем не обязательно. Меньше знаешь, дольше проживёшь. А сейчас уясни одно. Или ты достаёшь нам кейс из пещеры, или мы тут же кончаем тебя. Да, выбор у меня небогатый. Показывай, куда лезть надо. Иди за мной, не вздумай пытаться сбежать. Работа у меня нервная. Чуть что, так сразу огонь открывают. А, ребята точнее. Надеюсь, понятно сказал. Да куда уж понятней. Не понял. Пошёл нахуй. Короче. Не, я чё, я к бороде шёл вообще-то? Не, ну ладно, по факту с меня гладкие взятки. Я заранее сказал то, что я просто протестирую. Я не знал, что здесь. Я хотел к бороде, и только потом всё остальное. Слушайте, так это чё получается? Мы тремора убьём? Или нет? Хз, ладно. В любом случае, я хочу дробовик сначала купить. А потом можно и потерять шмотки. Ну и плюс я посмотрю, чё борода скажет. Может он какой-то квест даст, который мы в приоритет сейчас возьмём. И потом уже за дипломатом сходим. Борода, я тут фольклором на досуге увлёкся. Предание старины глубокое собираю. Легенды там, байки всякие. Ты вот давно здесь сидишь. Наверняка интересные истории знаешь. Может, что и знаю, это только память у меня плохая. Нырявая, можно сказать. Тут помню, а здесь нет. А я тебе напомню. Морган, это имя тебе о чём-то говорит? Вспомнил тоже, это года два, почитай, прошло. Спартак со своими хлопцами прищучил этого подонка в лесничестве. Тот оружие братвей местный толкал. Ну в горячах и положили там всех. Интересно, а как же о сделке этой узнали? Как узнали? Человечек один шепнул. Ну и послал ребят проверить. А человечка-то как зовут и где найти? Митяем зовут, но с тех пор я его не видел. Он не местный. Дёготь как-то рассказывал, что на Янове его из переделки какой-то вытащил. А чё это ты Митяем заинтересовался? Он должен знать одного персонажа, которого я ищу. Скажи, борода. А Дёготь, не Сашка Дегтярёв в случае? Знакомый что ли? Он самый. Увидишь, привет, передавай. Передам. Значит, говоришь про Митяя, надо в окрестностях Юпитера спрашивать. Ну хорошо, спасибо. А чё не дали задание? Передать привет Дегтярёву. Как и в первой миге, помните? Нужно было передать привет Новикову и передать привет Шульге. Ой, не Новикову или... Не, по-моему, Новикова, а Чистого Неба. Вот это вот во второй слот идёт или чё? Давай протестим. Вроде говорили помповый. Да, он идёт во второй слот. И говорят, он хороший. Ну всё, значит, Сайга, прощай. Давай, ББ. Сейчас я тебя разряжу. Давай, ББ. Ты мне хорошо послужила. Но свапать из инвентаря всё это дело меня заколебало. Да, ну слушай, чё-то он мало стоит. Ну го, тогда чё-то поделаем. Чё, починить. Давай броню. Согласен. Дальше. А, точно, я же броню отдал. Тут же это всё времени требует. Ну тогда терпим жёстко. Чё, всё? Он типа спать пойдёт, да? Я смотрю, тут все спать ходят. А, ну... Слушай, картан, хорошее у тебя место для сна. Авантюрное, я бы даже сказал. Ладно, спим до завтра. Чё там с моим ремонтом? Спасибо. Теперь оружие давай. 10.80. Держи. Так, ладно, пока он чинит, я... А где? А, ты чё? Чеза Хэ Сыч сменил место пребывания жёстко. Короче, дело к ночи. Я чмо, я абузер, я гондурас. Я, короче, сейчас буду деньги тратить, всё. Обзывайте мне в комментариях, разрешаю. Да мне жалко, да ну нахер, блин. Я столько фармил, и всё ради чего? А вот по шмоткам, я не знаю, мы их сможем вернуть? Ну, проверим, если чё. Если чё, мы тут за баз какой-то скидываем. Нормально ты встал. Ф5, Ф9, давай. Сейчас ещё у тебя закупимся. Ну, прям все деньги не буду всаживать мне в падлу, если честно. 1040-50 оставлю, пусть забирают. Сейчас просто ещё один закуп у Сыча сделаю, и чё останется, то останется. Торговля. О, это всё у тебя товара больше стало. Давай мне сюда все патроны, дробь, 27 тысяч. Гранаты подствольные тоже давай. И 61 тысяча остаётся. Ну, 61 тысячу и сдадим, всё равно, я думаю, солидная сумма. Так что, сильно не ругайтесь, как говорится. Мне бы аптек закупить, но я с рвю аптечками тут никто не торгует, да? А нет, борода торгуют, давай. Ну всё, я обманул. Мы не дадим денег. У нас будет 1397 рублей, его-то пусть забирают, всё. Я чмо, я абузер. Ну, на самом деле, справлюсь ради. Вот где-где, а в Омеге вообще в падлу снарягу терять. Ебать, я на неё столько коптил. Я бегал первые серии просто как бомжара на энергетикой каких-то всратых, которые едва работали. Починил? Спасибо. Всё, я готов. Я не знаю, чё, мы по заданию всё-таки с кранами прямо сейчас пойдём. Ну, давайте посмотрим, мне интересно, судьба моего снаряжения, смогу ли вообще что-то вернуть потом. Ой, ну, буду надеяться, что смогу. А иначе... Пиздец. Не, если тут забирают шмот без возможности возврата, то, ну уж извините, я буду гондурасом до конца, и я схороню свой шмот. Ну, это пиздец. Я только купил костюм за 500 тысяч, охрененный, и тут же его отбирают. Да ну нафиг, ребят. Где-где, а в Омеге заново гриндить я вообще не готов. Так, сейв, говно. Вот это описание данного квеста, который мы сейчас будем проходить. Ну, кто-то писал то, что схорони, а то там пипец. Ну, сейчас посмотрим. Ну, чё, давай. Ага, пойдём посмотрим, чё будет, чё-нибудь. Чё у нас осталось? Пропуск, мой ПДА, удостоверение и спальный мешок. Но спальный мешок бессмертен, его вообще никто никогда не заберёт у меня. Братан, так, а зачем меня везти? Я и так знаю, где тут какие пещеры, коготь, там, не коготь, ноготочки. Записываемся. Чё меня водить-то? Я всё знаю. 500 тысяч раз на затоне был. Чё, паркур хочешь, чтобы я сделал? Жёстко ты меня отвёл. Значит, сюда нырять? Ну, ты же сам сказал, что там снорки. Как я смогу без оружия выжить? Держи. А ещё у тебя есть нож. Захочешь выжить, выживешь. Нож, слабое утешение, пистолет хотя бы. У тебя нет выбора. Ладно. Два бинта, аптечка. Спасибо. Жёстко подсобил. Чё, блядь, ебанутый? Я хотел с более нормального спуска спуститься, а не отсюда прыгать. Ну и кончи. Да иди нахуй, ну. Я не хочу прыгать с этой высоты. Чё за тупость, блядь? Чё я не могу спуститься так, как мне удобно? Ладно. Аааа! Кровотечение. Я хотел вот отсюда. Мне так больше нравится. Чё они там забегали? Зашевелились. Ну ладно, справедливости ради вроде получилось без особых повреждений спрыгнуть. Потому что я думал меня здесь вообще расхерачит нахрен. Чё мне тут найти-то надо? Ещё раз. Кейс. Я чё знаю, где ваш кейс? Эх, вот бы кейс найти. Я вообще не знаю, где он. По ровным счётам я не знаю, где снорки, которыми меня здесь пугали. А, вот и снорки, кстати. Значит, наверное, где-то и кейс рядом, да? Но это выход. А, всё, изи. Отдать дипломат. О, вы меня тут ждёте. На, держи свой хлам. Надеюсь, мы в расчёте. А, да ты фартовый. Да, мне повезло. Смотри, больше не попадайся мне на путь, а то твой фарт быстро закончится. Проваливай. Пиздец. И чё делать? Всё? Я типа нахер пошёл? Попробую прогуляться до норы тремора, может, на там. Короче, я выяснил, что снаряжение нельзя вернуть. Такие дела. Пипец. Попасть не могу. Короче, мне пофиг. Я побуду пуськой. Да я ебал. А где? Тут нельзя ныкать. Придётся на скотовский идти. Я так долго фармил говна всякого. Только купил костюм, наконец-то, хороший. И у меня его отбирают без возможности возврата. Вы чё, блядь, серьёзно? И то есть опять специально замедляется геймплей, чтобы я опять бегал в говне с перевесом, кое-как ползал туда-сюда. Без оружия, без ничего. Кайф, кайф. Круто. Спасибо. Хорошая затея. Я не готов так, вот так, вот так жить. Так что, кто бы что ни говорил, но пошло на всё нахер. Не знаю, детектор у меня отбирает или нет, но на всякий случай сложу. Всё. Спальный мешок с собой только беру. Я просто нашёл гид по прохождению. Ну, типа там, по пунктам, каждый квест, чё, как. Я почитал, там нет никакого возврата. И сам автор гида рекомендует ныкать вещи, потому что это пиздец. И в принципе я с ним согласен, это пиздец. Ладно, если бы я был бомжом, я бы МБ, ну, сыграл как надо. Но, ребят, сорян, я только, блядь, накопил на севу, купил её, обрадовался, побегал. До этого страдал, ходил. И сейчас меня заставляют, ну, тупо откатывают, короче, к началу прохождения. Не, спасибо. Сейчас я, короче, заново пройду и вернусь. Всё. Я выполнил это задание снова. Пойдём на Скадовск. Забирать свои шмотки. Ну и может Бородачу скажет. Или всё-таки нужно тремора искать, хз. За мной орава, кабанов бежит. Давай, давай, ура. Это пиздец. Чё это такое? А у меня выносливость сейчас кончится. Вы сюда не зайдёте? Нет. Всё, я потерплю тут. Повосстанавливаю выносливость. Потому что регенится, она очень медленно. О, всё, давайте, валите отсюда. Здарова, Борода, чё скажешь? Ничего не скажешь? О, чё-то есть. Привет, Борода. Что с тобой, Кайдан? Как-то выглядишь, неважно. Да так, ночные кошмары замучили. Слушай, Кайдан, странные дела творятся в зоне. Люди непонятные появились, ищут чего-то. Про тремора всё расспрашивали. А ещё ребята парнишку раненого подобрали. Так он, считай, из конца лагеря сбежал. Рассказывает, объявилась новая банда. Кто они такие и откуда взялись, неизвестно. Но сейчас базируются на ВНЗ Круг. Так вот, они полные отморозки. Захватили несколько сталкеров и заставляют их лезть в аномалии за артефактами. Мол, им на благое дело деньги нужны. Кто отказался, того снорком скормили. Парню чудно удалось бежать. И ещё вопрос, выживет ли ВНЗ Круг? Именно так. А ведь мне уже пришлось столкнуться с этой группировкой. Все в чёрном, лица закрыты, а на шевронах изображён оборотень. Оборотень? Хм, они от тебя чего-то хотели? Да так, я на растяжку нарвался и потерял сознание. Они этим воспользовались и в плен меня захватили. Когда я пришёл в себя, заставили лезть в пещеру под заправкой и принести им из неё кейс, спрятанный там тремором. Значит, вот зачем они тремора искали. Но самого тремора ты нашёл? Нашёл, только похоже он куда-то снова исчез. Ясно. Кайдан, надо бы ребят освободить. Ты же у нас спец по деликатным операциям. А ребята тополя тебя прикроют. Как, возьмёшься? Отчего же хорошим людям не помочь? Вот только я и сам в помощи нуждаюсь. Мне бы ствол, но и снаряга хорошая нужна. Тут бы сычём потолковать. Только этот крохобор просто так ничего не даст. Ну ладно, это дело мы сейчас порешаем. На, вот АКМС у меня завалялся. Сейчас броник посмотрю. И на этом спасибо. Ага, и типа мне вот дают вот этот кал, да? Ну не, ребят, мне это не надо. Я это... надо скинуть куда-то. Вот сюда и скину. У меня своё. Продавать не буду. Это уже было бы слишком нагло. Мало то, что я своё снаряжение засейвил, так я ещё бы и продал. Выручу деньги из того, что мне дали. Типа в качестве компенсации. Но компенсация говно, я вам так скажу. Так, чё? Чё мне делать? Встретиться с трядом тополя. Ну давайте выполним. Это будет последнее на сегодня задание. Я уже думал сейчас закончить, но потом чё-то подумал, подумал и понял, что толком-то сегодня ничего и не произошло. Одна беготня до диалоги. Так, вроде бы метки какие-то у меня на карте появились. Видимо, это и есть отряд. Вы где? А, они походу внизу. Я думал, Вензе Круг полностью под контролем этой группы. Но оказывается нет. Ладно. Я понял. Это, видимо, всё-таки пленные отмечались, наверное, да? Которые внизу там сидят. А где тополь тогда? Где мне с ним встретиться-то? Контактов нету, извиняйте. Мини-карты тоже, как понять. А, ладно. Ребят, сорян. Я не заметил вот этот вот маленький кружочек. Моя ошибка. Всё, окей, окей. Беру свои слова назад. Что-то пока я стрелял по собакам, мне этот дробовик не очень понравился. Сейчас, конечно, попробую всегда собаку замочить. Ну ладно, может, я просто не привык. В целом, вроде неплохо. Надо было по характеристикам сравнить, что-то я затупил. Но уже поздно. Ну что, я на месте. Вы где, ребятишки? А, вы, наверное, внизу вот здесь. Да, вот они. Нифига, вы крутые. Ё-моё. Здорово, тополь, помнишь меня? Как же забудешь тебя? Так ты, Кайдан, и есть тот спец, которого борода прислал. Тогда сразу ввожу в курс дела. В руки каких-то отморозков попали несколько сталкеров. По нашим сведениям, они содержатся в подвалях... Заебись, подвалях. Это на каком языке я сейчас сказал? В подвалах на ВНЗ круг. Снаружи мы никого не видели. Тебе надо незаметно проникнуть на объект и снять часовых. После твоего сигнала мы начнем штурм. Хорошо, попробую вам помочь. Как думаешь действовать? Сначала подберемся, как можно ближе к объекту. Выберем удобную позицию, а потом уже решим, как будем действовать. Все понятно. Тогда выдвигаемся. Let's go. Окей, let's go. Че надо? Так, че у нас по заданиям? Освободить пленных. Че, мне ждать этих обобусов или все-таки самому пойти? Я не люблю работать в команде сталкера с неписями. Это кто там? А, это простые сталкера. Невигант свои ппшки раздает. Это вот типикал сталкрафт, знаете. Только представьте, что все кубическое. Ну, короче, как-то так. О, побежала, братва. Ладно, давайте с ними сходим. Пусть потанкуют. Хотя, че танковать? Был бы я... Ну, если бы я не вернул свое снаряжение, то, в принципе, да. Можно было бы их пропустить вперед, а так. Кстати, потому что я кучу аптечек своих взял. Я все свои запасы взял. Блин, надо, во-первых, жестко растрачивать. Ладно, погнали тратить. Ща я как заряжу и говна раздам жесткого. Че, а где вы там, чмошники? Пришла расплата. Вы не ожидали, а я заобузил пространственно-временной континум и вернул свое снаряжение. Ну, они все внизу, да? Наверху вообще никого. Ну, ща я им, значит, подвальчик их закину. Сюрприз. Сейчас зашибем. Давай, давай, зашиби. Подойди. Вот ты гад. Ладно, сейчас немножечко в другой проем вам закинем. Приколдесов. Вкусно? Ловите еще. По-моему, им насрать, кстати. Че сделал? Я вроде бинт применил, а вроде как будто и таблетку схавал. Кстати, еды нет. Надеюсь, с них падает еда. А где я? Ребятишки? А, вот они. Забежали. Че? Иди воюй. О, походу убил даже кого-то. Я тоже убил. Ля, ну, с ступенек вообще заходить плохая идея. Хорошая граната. Куда кинул? Нормальная граната. Отличная. По ножкам вам надавать. Врываемся. О, мужика убили. Нет, он все-таки не бессмертный. А по ногам? А по жопе? Патроны не жалеем. У меня их много. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Еще никто забрал. Че это за кал? Выбросить? Ладно, сейчас дробовика раздадим. Куда лезем, твари? Калаш мой верните. А, что он делает? Блин, он немножечко не попал. А так движение, в принципе, очень даже похоже. Да? Какой кошмар. Ёбаный врут. А у вас есть еда, ребятки? О-о-о. Это жестко. А есть еще дополнительная еда? О, это мне. Ну, паташники собирать не буду. Мне как будто бы деньги уже не нужны. Патроны тоже собирать не буду. У меня своих полно. Погнали. Тут даже лесенки сделали. Ничего себе. Ох, блядь. Неплохой такой прострел. Ща мы вам покажем, кто куда валить отсюда должен. Нифига они взрыв держат, капец. Это либо подствольники в этой игре кал, либо они просто слишком жирные. Хотя вроде калаш их кладет, как и обычно. Так что хз. Мне нужно получше захилиться. Дайте научно использовать или армейскую. Че-нибудь? А, я забыл. Нельзя спамить. Голодаешь же. Супер фича кста. Есть еда? Нету. Ладно, прорываемся. О, пиздец. А почему? Не понял. А почему? Не понял. А почему? Не понял. А почему? Не понял. Реально не понял. А почему они мертвы? В честь чего? Че я сделал? Не так. Тут никого. Я должен был прям по какому-то плану действовать. Пиздец. Походу я реально должен был по плану действовать. А переигрывать аж отсюда. Ёбаный насос. ОМГ. 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 Пиздец. Короче, на самом деле. Ничего такого прям делать не надо. Просто оказывается те два чела внизу, когда я спускаюсь. Они начинают стрелять по заключенным И типа их нужно очень быстро убить Не знаю, конечно, как, но сейчас посмотрим Потому что я спрыгнул, мне сразу в лицо дали Свинцом Я там пока расчехлюсь, пока еще что-то туда-сюда Там уже всех и убили В ногу убил, плохо Еще один готов Так, вас тут намного больше, я знаю, где вы все, гады Где прячетесь Нормально, он в голову затерпел Ну, если что, я сейф отдельно сделал, так что буду переигрывать Если честно, я уже хотел дропнуть серию Продолжить завтра, но давайте уж выполним этот квест Чтобы какое-то логическое завершение серии было Капец больно Тихо-тихо, калаш Нормально Тут вроде бы все, да? О, нифига, артефакт Так, покушать надо бы Еще еды собрать Немножечко А нет, кто-то еще есть А я ем, я не могу сражаться Готов Теперь точно вроде все Так, теперь нужно делать сейф-сейф Охранники И как-то аккуратненько прыгать И сразу убивать их Я хз Поехали Как же ему насрать, господи? Все мертвы? Пиздец Ладно, я понял Может я что-то упускаю? Вроде тут ничего такого прям не пишется Но это разбивается О, да Можно здесь залезть попробовать Может, типа, реально сначала к охранникам залезть А потом все остальное Мне кажется, так будет проще Потому что, как я понимаю Они все-таки начинают стрелять Когда я нападаю на Ну, в целом, идет нападение на лагерь Ну, невозможно там Сколько? Семь или восемь человек стоит у лифта Убить быстро И спуститься И убить охранников Это нереально Сейчас по тоннелю говна Пройдемся Нифига ПНВ, кстати, хороший Лоу ПНВ отличный Смотрите, вот так без ПНВ Вообще нихера не видно Вот так с ПНВ Кайф Так, я не знаю Я в какую-то очко спускаюсь Как будто бы Суета начинается Только не стреляйте по заложникам Блядь, умоляю Я еще даже не напал на вас Это сталкер, это не я Как здесь? Никак? Дальше надо? Или как? Блядь, дайте высраться Ооо А это ломается? Очень в этом сомневаюсь Ооо Зацепился Давай, давай Блядь Ну давай же Ну нет Ну это невозможно Как? Почему? Ладно Где я сохранялся? Ну, опять по трубе лезть Окей Допустим Странная фигня А где я должен выныривать? На следующем? Как мне тогда Первую эту хрень перепрыгнуть? Там как будто бы Невозможно ее перепрыгнуть Сейчас, конечно, проверим Но Выглядело так, будто Невозможно Опять это блетос Хавл какой-то Так, быстро-быстро Нас быстрее топали добраться Херней какой-то занимаемся Если честно Но такова селева Да нет Ну, блядь Что? Как? Я не могу здесь запрыгнуть О, смог Аллилуйя Салам алейкум, ребята Подожди А, не ж наоборот А, не-не-не Все правильно Мне сюда Так В позе лягушки легендарной Отставить огонь, сволочи Все, все живы Найс Все Теперь раздаем говнеца Наконец-то Так Сюда лут Правда Чем будем делать С пацанами наверху Они как будто бы Сильнее меня Потому что я из лифта буду вылазить Ну-ка, вы что-то скажете? Кайдан Он самый А ты пойдешь и похоронил меня Так, ведь ты был мертв Я же сам видел Хреново с тебя медик Тремор, раз ты принял меня за мертвого А сейчас, гнида, готовься Я буду делать тебе больно Эй, Кайдан, пойми Я не могу никому доверять Нельзя допустить, чтобы Орфей вырвался на свободу Это несет угрозу всему человечеству Я должен остановить проект любой ценой Даже ценой смерти В конце концов, что такое смерть? Смерть Это самое интересное приключение Которое мы испытываем в жизни Но все равно страшно умирать Одно радует, что и Орфей умрет вместе со мной Я хорошо спрятал архив Его никто не найдет Ошибаешься Архив в руках этой новой группировки Я лично достал дипломат из пещеры И передал их главарю Не может быть Кайдан, это ящик Пандоры Его надо было уничтожить Как ты мог? А вот так Это по твоей милости Я чуть жизни не лишился Они меня в чувство привели И заставили архив достать И все это мне пришлось проделать С голыми руками Не считая ножа Потому что ты еще и обчистил меня Я подумал, что мертвому снарягу Уже ни к чему Где сейчас мои вещи? Не знаю Когда я решил, что ты мертв То спрятал дипломат в пещере А твое оружие и снарягу Решил припрятать на ВНЗ круг Но не успел я спуститься В подземный уровень Как меня скрутили люди в черном И бросили сюда А все барахло отобрали Значит дипломаты у них И мои вещички тоже Занятно получается Слушай, Тремор Если ты говоришь, что архив надо уничтожить То почему ты сам этого не сделал? Как тебе сказать? Это часть моей жизни У меня просто не поднимается рука А ты сентиментальна оказывается Ладно, пока посидите здесь А я продолжу зачистку объекта Подожди, Кайдан Посмотри, кто спит у противоположной стены Ебать Ха, здорово И чё? Всё? Вставай нахуй Ну он пишет, что мои шмотки у них Якобы Но при этом я смотрел прохождение И там люди продолжали с говном бегать Даже уже после того, как всё прошло Так что хз Либо у них на самом деле не будет сейчас шмоток И это всё пиздёшь Либо Не знаю, ну короче Я не знаю, чё Либо чё-чё-то ещё будет, возможно Чё? Как будем поступать? Блядь Привет Как мне вас отсюда уничтожать? Не, конечно, можно там Пошёл-ка нахер Можно вылезти и обойти Но чё-то немного впадло Ещё кто-то есть? Опа-опа Идёт-идёт Чмище Ну давай Где вы там? Я слышу кучу шагов Но никого не вижу О, пошла война Мой выход Отлично Ну вот такая вот круговая зачистка получилась Ну чё, всё? Всё сделано По идее О, артефакт ещё один Привет, ребят Заходите Двери открыты Лифт тоже Пока что всё ещё висит Освободить пленных Но, наверное, мне нужно ещё раз пойти поговорить Пойдём, попробуем Здорово, ребята Я вернувся Молчит Но этого я Ну, не будется Я жму на негоев Ничего не происходит Может, с тополем поговорить надо? Всем привет Где главный? А где он реально? Чё-то его тут нету Алло Тут убили кого-то, но это не тополь Хэзэ, где тополь А чё делать? Куда идти? С кем разговаривать? Я ничего не понимаю Чё всё затихло-то? Может, мне нужно до конца уже пройти Подвалы в энзокруга? Может, там чё-то будет сейчас в конце? Может, там мои шмотки якобы, типа Понял, понял Зачистка, значит, не завершена, да? Гранатку им закинем до профилактики И отступлю, пока что похились Привет, ребят Чё делаем? Ура, победа Задание обновлено Освободить пленных Ну, а вот они и пленные Ты, тремор, свободен, но ещё не прощён Что мне сделать, чтобы заслужить твоё прощение? Надо подумать Ладно, пока иди к себе в изумрудное Я потом подойду Хорошо, буду ждать там Давай Что, уставился? Не узнаёшь? Да, интересно было увидеть Султана за решёткой Интересно ему А ведь я тебя искал, Султан Ха, это зачем же? Мы тут с Бородой волноваться стали Что тебя и твоих людей давно не видно и не слышно Даже Борода волновался? Хотя в последнее время я с ним нормалёк был Пока иди не объявились Захотели меня, Султана, под себя подмять А ты, значит, отказался И за это угодил к ним в каталажку? Не сразу Сначала дали пару дней на раздумья А чтобы мне лучше думалось Двоим моим пацанам у меня на глазах горло перерезали За эти пару дней мы перебазировались с Шевченко В укромное место в одной из пещер Но потом мне пришлось наведаться на сухогруз Где меня и ждали Скажи, Султан Тебе удалось узнать, кто они такие и чего хотят? Но я смог понять только то, что они всю зону хотят подмять под себя А вот кто они, без понятия Что ж, Иннатон, спасибо И тебе спасибо Будет нужно, что обращайся Я с братвой буду на земснаряде Хорошо учту Ну вот мы и выполнили два задания сразу Доложить Бороде Ага, ага Ну чё О, проводник Как здесь оказался? Привёл кого-то? А я вот этих чёрных и привёл И как это понимать? Они мне пояснили, что им надо срочно найти кого-то на затоне И попросили провести сюда кратчайшей дорогой Что я и сделал Но вместо благодарности угодил за решётку Ещё и работать на них заставили А откуда они в окрестностях Юпитера пришли, знаешь? Не могу сказать Я тогда возвращался из Восточной Припяти И только вышел из подземного пути провода Как сразу наткнулся на их отряд Ладно, разберёмся Спасибо за освобождение, Кайдан Я пойду, пожалуй А если тебе понадобятся мои услуги То ищи меня на станции Янов ББ Ммм, да Интересно Ладно, на этом пока что будем заканчивать Присходит что-то непонятное, если честно Я вообще ничего не понимаю И по итогу Моих шмоток-то всё-таки нету, да? О, подожди Я подошёл к... А, и меня типа перенесли, чтобы Бороде доложить Здорово Всё в порядке, Борода Пленники на свободе Представляешь, среди них и Султан находился А мне уже доложили Я знал, что на тебя можно положиться Так что держи награду Спасибо, даже очень щедро Всё правильно, ты это заработал И ещё к Сычу сходи Он кое-что для тебя приготовил Скажи, Кайдан А про чёрных удалось что-нибудь узнать? Почти ничего Так как захватить живьём Никого не удалось Вот только Султан сказал Что чёрные собираются всю зону под себя подмять Да ещё и проводники из окрестностей Юпитера Он, кстати, их и привёл сюда Поведал, что столкнулся с ними на самом заводе Вот такие интересные дела закручиваются Да, уж интересные Боюсь, что скоро они и на Скадовск лапу наложат Всё может быть Но только если не принимать никаких мер Например Например, для начала увеличить охрану Скадовска На прилегающей территории Выставить блокпосты Но где ж столько людей набрать Я схожу к Султану Он сейчас со своей бандой Должен быть на земснаряде Поговорю с ним Пусть поможет А ты тоже брось клич Чтобы все сталкеры Что разбрались по затону Подтягивались к Скадовску Вот уж не думал Что придётся Султана в союзники брать Считаю, что другого выхода нет Считаю, что нет Тем более, что среди убитых чёрных Не было тех Которые заставили меня достать Дипломат Тремора Они, скорее всего Понесли доки на свою базу И вполне могут скоро вернуться Да ещё и с подкреплением Ну что же Султан так Султан Вот и хорошо Я немного отдохну И схожу на земснаряд Да и в изумруды заглянуть надо Ха Мне ещё квест-карт Она надо будет сделать Ой-вэй Ладно, ребят Будем на этом заканчивать Чё-то назревает жёстко Я так понимаю Всё-таки шмотки реально Нельзя вернуть Несмотря на то, что Тремор сказал Типа шмотки Ну, точнее Нифига не возвращает Это всё ложь Там ещё вроде Сыч Чё-то хотел мне сказать О! Ага Это моя снаряга Которую я переигрывал Выкинул здесь Она провалилась вниз Привет Алло Чё такой хмурый, Сыч? Я такой всегда Ну да Борода сказал, что у тебя Для меня что-то есть Борода сказал Ну есть, вот, держи Ух ты А он не из тех листволов Что я тогда тебе принёс Да Это лучший ППШ из твоей партии Спасибо, Сыч Век не забуду Тут кайдан такое дело Один из сталкиров Спасённых тобой Является моим курьером Хорошо И диалогов никаких на работу Конечно же нет На, забери обратно Ну да, всё-таки шмотки Не возвращает Это даже по наградам видно Нас тут пытаются Пушками засыпать Расходниками и так далее Но, сорян, ребят Пространственно-временную Континуум не щелить никого А вот и тополь Пожалуй, здесь самое подходящее место А объект-то выглядит пустым Ага, я с ним должен был поговорить Я же говорю, что снаружи Мы никого не видели Хорошо, будем считать, что Противник находится в подвалах Я постараюсь, не поднимая шума Пробраться на объект А вы начнёте штурм Когда услышите звуки боя Но до этого сидите тихо Но ни пуха не пирать Я к чёрту Ну ладно, окей Опять моя ошибка Я просто побежал вперёд Да он вроде тоже побежал вперёд Я думал, ну всё, штурм А оказывается, ещё один диалог должен быть И типа в нём мы должны были узнать Что нужно лезть там куда-то Тополь живой А крепко мы их сделали Да, неплохо получилось И что это за группировка такая? Откуда взялась? Я не знаю, кто они Но обещаю, что во всём разберусь Думаю, что это не последняя встреча с ними Но, судя по всему, они ребята серьёзные Ничего, найдём мы на них управу Всё, понятненько Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр Увидимся в следующей серии Всем, опять же, ещё раз спасибо Да, довольно много сегодня тупника было Ну, чё поделать Я тупой Обязательно подписывайтесь на канал Прожимайте уведомления Чтобы не пропустить следующие серии по сталкеру Ссылка на телегу есть в описании Там новости, там анонсы Ссылка на бусте тоже в описании Там эксклюзивное видео Всем спасибо Все свободны Субтитры сделал DimaTorzok